Девушки отдыхают Всем привет. Сто лет мы не виделись. Я уезжала, поэтому как-то получилось, что большая случилась пауза в нашем общении. Но сейчас я вернулась обратно в Ереван с радостным чувством и хочу рассказать о Москве, о своих ощущениях от Москвы и в сравнении с Ереваном, об изменившихся правилах прилета в Ереван и о том, как они работают на самом деле. О ПЦР-тестах, ну и просто о жизни. Ведь мы давно не болтали. Ну, я вот сегодня в кадре одна с неизменным бокалом вина. Да. Пью я сегодня замечательное вино. Вот такое вот. Недорогое и прекрасное. Это Арини Воски Вас. Оно даже получило какую-то международную премию. Декантер. Вот. Начнем с новых правил. С 1 декабря изменились правила прилета в Ереван. Негражданам Армении нужно в обязательном порядке прилетать в Армению с ПЦР-тестом. Ну, либо сертификатом о вакцинации. Зная об этом условии, мы в Москве заранее озаботились этим вопросом. За 72 часа должен был сдан тест. А потом, значит, обязательно он должен быть на бумаге, с печати. В общем, все дела. И тут еще выяснилось, что цены на этот тест в Москве очень разнятся. То есть, самая такая часто встречающаяся цена – это где-то 2 500-2 700. Да, это сколько получается? Ну, долларов. В пределах 40 долларов. Ну, мы так и решили. Ладно, в общем, дадим эти 40 долларов. А потом нашли прекрасную лабораторию, где нам все это сделали за 20 долларов. Если кому-то интересно, вы пишите в комментариях. Я дам ссылку на эту лабораторию. У нее очень много офисов по всему городу. В аэропорту Москвы мы из Шереметьево вылетали. Никто ничего, естественно, не проверяет. Вы спокойно садитесь в самолет, на порту которого вам сообщают, что если у вас нет ПЦР-теста, вы прекрасно можете, вне зависимости от гражданства, сдать его в Ереване. В чем мы, собственно, и убедились, прилетев в Ереван. Все по-прежнему, как и было. То есть вот это вот заморачиваться заранее, как я поняла, абсолютно нет никакой необходимости. То есть вы можете прилететь, сдать в аэропорту Еревана этот тест и спокойно жить себе дальше. Это на тему тестов. Ну, дальше. Да, вот впечатление от Москвы. Что меня поразило? Ребята, там темнеет в 4 часа. То есть это уже кромешная тьма. Я забыла, что так бывает. Дело в том, что в Ереване, ну, так вот прям совсем темно, становится уже где-то, ну, все же ближе к 6, там где-то в половине шестого. Мне так показалось, по крайней мере. И рассвет здесь раньше. А ты там просыпаешься в 8 часов утра. Еще темень. Ну, к 9 уже вроде как станет все светло, а в 4 уже темнота. И что интересно, конечно, это на людей действует. Несмотря на то, что, да, здесь как бы, ну, сами знаете, там сложные обстоятельства и все такое. Вот на примере парикмахерской, куда я ходила и в Москве, и в Ереване. Ты приходишь, в Москве все мрачные, удрученные. То есть вот эта атмосфера, что-то парикмахерская, да, все-таки все вокруг красоты, этого нет. Все какие-то подавленные. Я думаю, что это как раз вот это вот влияние отсутствия солнца. Здесь люди живут, может быть, незамечательно, но смех, какие-то, да, там, шутки. И совершенно другое настроение. Правда, мы застали там солнечные дни. Был мороз минус 15. Мы утепленные, как покорители Арктики. В общем, с удовольствием гуляли по городу. И это было здорово. А в остальные дни было мрачновато. Как-то вот ощущения были странные. Ну, реально, когда прилетаешь из Еревана, бросается в глаза, что там очень много ну, разных типов внешности, разных национальностей, да, как бы здесь вот это, то все, в общем-то, ну, приблизительно одного типа внешности. Теперь об уровне жизни в Москве и в Армении, да. Казалось бы, вы так, наверное, сразу так усмехнетесь и скажете, ну, естественно, Москва, мегаполис, совсем другие зарплаты. А вы знаете, я поняла, что это все же не совсем так. Просто общаясь с людьми. Не, я не говорю о менеджерах Газпрома, Роснефти. Мы давайте о реальной жизни поговорим. Например, операционная сестра, которая работает в серьезной больнице, получает там со всякими надбавками 35 тысяч рублей в месяц. Я не знаю, получают они там какие-то дополнительные деньги, там, благодарность от пациентов. Но вот те реальные деньги, которые получает операционная сестра, это вот так. Учитель, который получает 50 тысяч рублей, в общем, 70 тысяч рублей, это чуть меньше тысячи долларов. Для учителя там это, конечно, фантастическая зарплата, потому что так они получают около 40. Вот эти суммы я называю реально с людьми общаясь, пообщавшись там. Вот теперь про Ереван. Когда я приехала, тут началась забастовка недовольных водителей автобусов. Сейчас здесь наконец-то стали менять автобусы на такие современные, где ты просто бросаешь деньги, значит, и проходишь в салон. Там идет учет количества пассажиров и денег, которые, соответственно, как плата были. Водители были возмущены и объявили забастовку. И тут выяснилось, что у них зарплата 350 тысяч драм, что на минуточку для Еревана очень приличные деньги. Это 700 долларов. То есть там, значит, путем понятных махинаций они получали еще какие-то дополнительные деньги, а сейчас получилось так, что могут их лишиться. Вот вам, пожалуйста, да, как бы. Я, честно говоря, всегда думала, что они получают, ну, максимум 200 тысяч. Оказалось, нет. Так что, как бы, знаете, это все такие спорные вещи. Например, мне вообще показалось, что в Москве люди стали в целом жить хуже. Кстати, удивительная вещь, которая бросается в глаза, когда приезжаешь туда, это невероятное количество велокурьеров. Люди просто перестали многие ходить в магазины. У меня такое впечатление, что сейчас, тем более у многих удаленка, они просто не выходят из дома. И вот возрастную категорию где-то так лет от 20 до 40 в магазинах продовольственных встречаешь крайне редко. Там это как бы уже не очень принято, да. Там чаще встречаешь, допустим, людей уже другого возраста, которые как вот привыкли ходить в магазин, так и продолжают. Либо каких-то школьников, которые туда забегают после уроков. Вот такая странная фишка. Вот, я говорю, эти бесконечные курьеры, которые носятся туда-сюда. Вот в Ереване пока как-то это не очень практикуется. Здесь вообще это вся интернет-торговля немножко в таком зачаточном виде. Что еще я могу сказать? Я очень соскучилась по своим. Привезла ребенку гору книг. Ну, мужчины тут неплохо справились. Алекс даже растолстел на той еде, которую они ели. Пельмени, пицца и все такое. Вот, а мы, конечно же, будем продолжать делать наш канал. Пожалуйста, подписывайтесь на нас. Ставьте лайки, пишите комментарии. Нам очень важна обратная связь с вами. Кстати, я еще одну вещь хотела сказать, да, вот перед завершением. Пишите, сколько у вас стоит ПЦР-тест. Потому что такая интересная штука. Мне мой родственник, живущий в Канаде, сказал, что они платят там за это по 300-400 долларов. Ну, у нас там 30-40, да, вот цена. Вот будет очень интересно, если вы напишите. В общем, за ваше здоровье. Рада своему возвращению. Всех обнимаю, целую. До новых встреч. Искренне ваша, Эля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова